Добрый вечер, я Владимир Мазур. Вы смотрите программу «На справде» в эфире телеканала «Симон Оранжевый галстук». На мне лишь маленькая часть того большого и доброго оранжевого безумия, которое царит в нашем городе. Я имею в виду тех многочисленных голландских болельщиков, которых мы все, надеюсь, уже успели полюбить. Ну, это, собственно, наш взгляд на то, как происходит евро. Вот интересно, что думают голландские болельщики о нас, о нашем городе и о чемпионате. Я с удовольствием представляю гостя студии, Град Хиндрикс, голландский болельщик, я бы сказал, легендарный голландский болельщик. Добрый день. Добрый день. И помогать сегодня нам понимать друг друга будет моя очаровательная коллега из медиагруппы «Объектив» Ксения Байк, которая сегодня дебютирует в качестве переводчика. Добрый день, Ксения. Добрый день. Я предлагаю в начале программы посмотреть небольшой сюжет, собственно, о вас. Голландские фанаты в кемпинге на Журавлевке живут уже больше недели. Здесь у них свой уклад, своя иерархия. Этот обитатель оранжевого лагеря – личность легендарная. За необычный костюм его прозвали индейцем. Следом за сборной Голландии заядлый болельщик Гранд Хиндрикс исколесил полмира на трейлере. Любимых игроков, признается, видит чаще, чем детей и внуков. Рядом только фотографии родных. Это мой второй внук Марио. Это третий Деннис. Четвертая Романа, пятая – Базилика. Болельщик уже 22 года не пропускает ни одного матча родной сборной. Чтобы добраться до Харькова, голландский фанат вместе с женой провели четыре дня в пути. Я приехал в авторник, на два дня раньше, чем кемпинг открыли. Вместо палатки дом на колесах, внутри европейский комфорт. Тут есть кухня и спальня с удобной кроватью. Голландский фанат с гордостью рассказывает, у него дома еще не такое увидишь. У меня дома есть музей. Это сувениры со всех игр сборной. Что-то я покупаю, что-то обмениваю у болельщиков. Мой музей очень знаменит в Голландии. Вот такой настоящий голландский индейец у нас сегодня. И я бы хотел спросить вот о чем. Многие СМИ, западные СМИ, перед началом чемпионата печатали такие страшные материалы об Украине. Не было страшно ехать к нам. Многие северные массовые медиа печатали очень страшные материалы об Украине. Ты не боялся, чтобы приехать сюда? Нет, нет, нет. Это все время сувенивается, когда Европейский чемпионат и Европейский комфорт. Многие большие страны, которые в университете, куда-то, куда-то, куда-то. Такие ситуации бывают практически перед каждым большим чемпионатом. Перед африканским чемпионатом было практически то же самое. В голландской прессе возникали сообщения о том, что там очень опасно. Там бывают и убийства, и ограбления. То же самое было и касательно Украины. Однако Град приехал сюда 4 дня назад. И тем не менее, ничего плохого не произошло. Пока сперва было некоторое волнение. Но сейчас все хорошо. И украинские люди очень гостеприимны. И всегда улыбаются при виде голландских болельщиков. Ну это ответная реакция, вполне понятная реакция. Скажите, а были ли какие-то стереотипы у вас перед визитом в Украину? Вот у нас Голландия это пиво, трава, Амстердам квартал красных фонарей, мельницы ветряные. Все, вот это вся Голландия. А об Украине что-то такое представление было? Может быть, у вас есть стереотипы о Украине, о Украинских странах, о Украинских людях. Например, о Голландии мы всегда думаем о бире, о болеваре с розыгрышками, и о льдах. Мы думаем о это тоже. Да, смоке и льдах. И у вас есть какие-то стереотипы о Украине? Нет, нет, я думаю, но мы в Амстердаме, мы в розыгрышах, но в каждом стране есть какие-то проблемы. Девочки, женщины, женщины, которые работают за деньги, это самые лучшие страны. И, конечно, мы в Амстердаме, но Амстердаме это красивое город, но это же самое проблемы, как в самых больших городах. Амстердаме это красивое город, и моя город, это 200 километров от Амстердам. И что в Украине? Украина, это же самое проблемы, но вы говорите, что у нас есть первая вопрос. Они сказали, что в Амстердаме была в Шарков, но я не вижу Амстердаме, я вижу единственные люди. Да, действительно, все это присутствует в Амстердаме, и бульвар красных фонарей, и курение травки, но тем не менее, такое же самое есть и в других городах подобные ситуации. Что касается Харькова, то Град слышал о харьковской мафии, но приехав сюда, ничего подобного пока не заметил. Но она есть. Это есть. Это есть. Да, да. Как вы пересекали границу? Были ли у вас какие-то трудности? Вот что интересно, много просто мы общались и с таможней, и с пограничниками, обещали хорошую встречу. Были какие-то проблемы при пересечении границы. Как вы пересекали границей? Есть ли какие-то проблемы с этой процедурой? Вся процедура заняла всего 15-20 минут, для этого было достаточно паспортного контроля. Действительно, девушка с границы зашла в трейлер, попросила показать содержимое трейлера, указала на одну из дверей, сказала, а что здесь? Жена Града открыла дверь, показала, что там находится туалет, и женщина сказала, все в порядке, можете проезжать дальше. Ну и, наверное, самый страшный вопрос, поскольку вы за рулем, собственно, путешествуете, дороги украинские. Вот как вам наши украинские дороги? Может быть, это страшная вопрос для нас. Вы путешествуете в вашем машине. Как вам нравится наши дороги? Нет, нет, нет. В некоторых дорогах, когда начали от Украины, были немного плохие. Но потом есть большая дорога, 250 километров до Киев. Есть одна дорога, это очень красивая, это красивая. В Киеве были некоторые дороги, которые были в Киеве, в Киеве, и есть много новых дорог. Но они были не открыты, потому что я пришел. Я был два дня раньше, чтобы начать здесь. Тогда большие дороги были не закрыты. И после того, как я был в Шарков, новые дороги, все открыты. Новые дороги были закрыты еще. И как Град узнал, буквально через два дня после того, как он приехал в Украину, в Харьков, эти дороги уже открыты, уже действуют. Вам повезло, вы живете в своем трейлере. А остальные болельщики, что они говорят о гостиницах и о ценах? Насколько качество услуг в гостинице соответствует их реальной цене? Вы счастливы, вы живете в своем трейлере. И есть некоторые фанаты, которые живут в гостиницах, в наших гостиницах. И что они говорят о ценах, о ценах и о качестве этих гостей? Они равны? Я знаю, что они, у меня есть парень, которые много раз приходят, которые мне в гостиницах, которые прийти на кемпинге. Они говорят, что они у нас есть хороший hotel, что они едут, и есть два девчонки у них, и у них есть машина, и они у меня берут их к северной паре, к северной паре. Все это не проблема. Эти люди, они очень приятны, и в гостиницах, и все. В ресторанах, когда мы в гостиницах, вон там, это красиво. Большой смех. К Граду приезжали многие его друзья, которые живут в Харькове в гостиницах и рассказывали ему о том, что в гостиницах хорошо и хороший сервис и хорошие цены и очень удобно. И к ним прикреплены две девушки, которые показывают болельщикам город, показывают им фан-зону и отправляют их тоже на пляж, на Журавлевку посмотреть, как там. И всем все нравится, у всех большая веселая гостиница. Наверное, особенно девушке нравится, да? Не говорите моей жене о том, что здесь очень красивые девушки. Я думаю, она видит это тоже. Когда я молодой человек, я не женился. Я хочу посмотреть на девушку в Харькове. Красиво. Пико-белло. Если бы я был молод и не был бы женат, я бы приехал сюда, чтобы найти здесь девушку в Харькове. Вот провели такой небольшой опрос о пристрастиях вкусовых голландцев и выяснилось, что большинство почему-то предпочитает ходить в фастфуд. Да, вот в Макдональдс, например. Почему не в наш ресторан, не в рестораны украинские и пробовал ли что-то из украинской кухни наш гость? Мы провели небольшой дискуссии с нашими локальными людьми, и эта дискуссия показала, что большинство фанатов приходят в фастфуд ресторан. И мы спросили, почему вы не приходите в наш родственные рестораны? И вы пробовали какие-то фастфуды? Да. Когда Соня из-за ресторан, моя жена едет суп, и мы в магазинах едем в ресторан, но в Макдональдс, я понимаю, что ваш друг говорит, но в Макдональдс, я не люблю. Когда я голоден, один день, два дня, три дня, я очень голоден, я в Макдональдс. Макдональдс, я очень голоден. Когда вы в Макдональдс, мясо, сахар, сахар, майонеза, кетчуп, я не люблю. Нет, нет. Макдональдс для меня закончил. Моя жена и я, мы ели в ресторане суп, украинский суп, когда скупались в торговом центре, тоже там останавливались в украинском ресторане. Но лично Агрант не любит рестораны фастфуда, потому что ему не нравится, что в гамбургере вот такого размера. Совсем чуть-чуть мяса и очень много овощей, очень много кетчупов, соусов и всякого такого. Так что Макдональдс это не градус. Окей, еще тогда вопрос тоже о пище. Вот наше пиво, да, все его хвалят, это действительно так? Оно действительно такое же по своим вкусовым качествам, скажем, как знаменитое голландское, да, вот как европейское, да? And another question about food, maybe drinks. How do you like our beer? Is it really good? A lot of fans say that it's a rather nice beer, and is it as nice as Dutch beer or European brands? One question back, we have a restaurant, and the camping is a very good restaurant, you can very good eat there. We eat every day, in the morning, in the evening, we take dinner there. But in the beer, I was driving from my home, I started with 100 boxes of beer from Amstel, 100 pieces. And now the most is not inside, now we drink only Ocarina beer, the big one, one half liter, it's very good. The blue one, and you have a yellow one, a yellow box, I don't know the name of that, but the piva, piva is a pivo? Pivo. Pivo, it's very good. We drink every day, every day pivo. Pivo, it's very good. отдают тоже предпочтение украинскому пиву. Хорошо, а что скажете о харьковчанах, о том, насколько легко общаться с ними, включая то, что, наверное, у нас меньше, чем в Европе знают иностранные языки, английские в том числе, насколько легко идет контакт с харьковчанами, какими они видятся, харьковчане, то есть мы, какими мы видимся голландцам. И о наших нативных харьковчанах, любите ли вы их любите? У вас есть легкая коммуникация с ними? Они хороши в английском? Потому что мы знаем, что не много Украинских людей хороших в сооруженных языках. В сооруженных языках, я не понимаю. То есть это очень легко коммуникация с нашими нативными людьми? Да, некоторые милые, но самые, наверное, не говорят в английском. Но самые милые, в ресторанах и и все-таки, и они не говорят в английском. И потом я пришел в мою, чтобы они говорят только украинских. И я сказал, что, нет, я не понимаю, я говорю только украинских. Вы не понимаете один язык. Это огромное переводное язык, что у них есть для идущих людей. Вы не понимаете ничего, не единственное слово. Действительно, молодежь знает английский, а вот люди старшего поколения с этим испытывают некоторые сложности Заходишь в ресторан и оказывается, что твоя официантка, администратор ресторана не знает английского языка, говорит только на украинском И болельщики не понимают ни единого слова И действительно существует у нас сложность с иностранными языками, в частности с английским Как я, собственно, к началу программы возвращаюсь, как мы все успели, в общем-то, пережить это все, наверное, может языковой барьер не столь страшен Поскольку есть искреннее чувство привязанности, наверное, уже какой-то к голландским гостям И очень не хочется, чтобы они от нас уезжали Спасибо, что сегодня были гостем нашей студии и удачи вашей сборной в решающей, наверное, игре группового турнира Спасибо за счет вашей сборной в игре, и мы попробуем конкретить наши языковые проблемы И мы желаем вам счастливого счастья в соревнованиях Спасибо, спасибо, но могу сказать еще что-то, когда ты первый раз играл в Денмарке, когда мы делали массы в стадионе И все, что украинские люди, там не было много людей, но на втором игре, на втором игре, в Германии, все люди на улице 100,000, я думаю, 150,000, и все аплодисменты, и с фотокамерой, с видеокамерой, и все люди сидят так Это было красиво, это холодно на моем теле Это было так красиво, что люди здесь, на улице, когда мы делали дорогу в стадионе Сперва первая игра действительно было не так уж и много харьковчан, наших людей, которые сопровождали голландцев и которые их видели Но на второй игре уже было очень много людей, смотрели нашествия, фотографировали, и всем очень понравилось Ну как не понравится Спасибо вам огромное, еще раз удачи вашей сборной Спасибо, Ксения, что помогали нам сегодня понимать друг друга На этом у вас все, вынуждены прощаться До свидания, до следующих встреч Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»